Михаил, по поводу произошедшего в Крокусе, сам для себя, как ты отвечаешь себе на вопрос, во-первых, кому это выгодно? Выгодно тем, кто проводил теракты до этого, сомнений никаких нет, ни первый, ни второй, ни десятый теракт, поэтому сомнений нет. С наших противниками, естественно, противники о себе говорили открыто, они правильно себя ответственны за предыдущие теракты, и тот факт, что они сейчас отрицают его. Такое было и раньше, проходило несколько месяцев или полгода, и они гордо говорили, да, это мы. В данном случае они не захотят признавать, захотят не надо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить в России в теракте, это Зеленский. Почему-то не удивляет. Логично. У нас вот боевые действия с его режимом, уничтожение этого режима, наша задача по сторонам Верховного Главнокомандующего. Чему мы удивляемся? Мы все видели кадры задержания этих исполнителей. С одной стороны, говорят и пишут о том, что этих людей, в общем-то, вслепую как-то наняли по телеграмму, как-то их скоординировали, в общем-то, тоже по удаленке. Какие-то левые непонятные, как бы исламисты, и в то же время их профессиональные действия. В данном случае здесь на первом месте не исламизм, а просто желание заработать. Кстати, если посмотреть видео, которые они снимали сами, и которые размещались потом на враждебных нами сайтах, то видно, что действовали они непрофессионально. Они передвигаются не парными группами, которые блокируют по разным направлениям пути отхода и не наносят массовое поражение. Да, людей побегило много. Но если бы это были профессионалы, которые не шагом бы ходили и крутились на одном месте, а занимали, блокируя выходы, поднимаясь наверх, отсекая, обгоняя людей вверх, то жертв было бы трое больше. Но они этого не делали. То есть там большие потери времени, там именно нет организации. Сначала человек с ножом забегает в какой-то холл, смотрит. Да, там есть люди, кто... Иди сюда, иди сюда. Вот их надо пострелять. Вот, ребята, это не профессионализм. Тем более и оружие, которое небесло, оно видно, как оно и скрытое, и на что это нечищение, недостаточно долго лежавшее где-то в скроме. Они не умеют им профессионально пользоваться. То есть цель убить стояло, а вот подготовки к убийствам не было. То есть что такое массовое поражение? Ты стреляешь, человек падает, ты идешь дальше. Тебя не интересует, убит он или ранен. Твоя задача сейчас положить, как много больше людей, лишить их возможность передвигаться, после чего ты поджигаешь здание. Ничего подобного здесь не наблюдается. То есть о профессионализме здесь речь не идет. Ну, равно как это смена машин, то есть пути отхода. Есть проблема, действительно проблема. И если уже заканчивать это окончательно, то набрать-то людей вот так вот сегодня в интернете, мы уже убедились. Верейные шкафы поджигают, и беспилотники запускают. И военкоматы поджигают. В общем, не обязательно азиаты. Это граждане России вполне для русской наружности. И здесь есть еще один такой маленький штрижок, который, в общем-то, пропустили. У нас все спорят. Пытаются разоблачать утверждение американцев, что это ИГИЛ. Друзья мои, а давайте, если бы согласились, что это ИГИЛ, уходили-то они на контрольную киевскому режиму территорию. Ребята, значит, мы вместе с ИГИЛ. Потому что это еще одно ваше структурное подразделение, участвующее в войне с нами. Какая разница боевиков набрали? Пресс-служба Совета нацбеза Белого дома и его руководитель Эндрин Уотсон говорит, Украина не имеет отношения к теракту и подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Почему американец говорит за то, что не имеет отношения Украина к этому теракту или имеет? Откуда он знает вообще? Это вот срабатывает психологическая такая ловушка. Когда у тебя есть Холлуй полностью, это тебе подконтрольный, ты привыкаешь к тому, что говоришь от его имени. И зачастую ты не задумываешься над тем, что в данном конкретном случае ты от его имени заявлять не можешь. Ты сам себя разоблачаешь. Потому что если ты полностью в курсе всего, что они делают, значит, ты полностью несешь ответственность за все преступления киевского режима. Заявляя, что это сделали не они, то есть все теракты остальные предыдущие, у вас на карандаше, вы полностью точно знаете, что они совершены киевским режимом. Но вот конкретно этот, ну, каким-то образом не им. При том, что, опять же, ты знать этого все равно не можешь. Подобные заявления, они, представьте себе, вот у вас есть ребенок. Что-то произошло, неважно, хорошее или плохое. И вы, наверное, говорите, это не он. Наверное, вы сначала пройдете дознание, вызовете этого ребенка, убедитесь, что это не он, что он находился в другом месте. А здесь автоматическое заявление сразу, это не он. Откуда ты знаешь? Там именно, что человек делает заявление, не подумает. Сразу надо кричать, это не я. Вот это не мы, это не мои халуи. Умедительность этого, простите, после всех терактов, которые произошли, всех взрывов, начиная там северные потоки, Крымский мост, убийство Дугины, да кого угодно. И впоследствии тот же киевский режим брал на себя ответственность за то же убийство Дугины. О чем мы говорим? Возможных последствиях для России и возможной болевой точке, на которую организаторы, я не говорю сейчас про исполнителей, а организаторы в первую очередь, и те, кто задумывал это злодеяние, уверен, думали. Я вам приведу комментарий. Мы вчера обсуждали эту тему с господином Баранцом. И вот среди множества комментариев, которые набрал, наверное, самое большое количество лайков под этим видео, звучит так. А кто ответит за миграционную политику и ввоз мигрантов, ненавидящих русских? То есть вот тема, которая очень такая непростая сейчас для России, ну и всегда была непростой, в последнее время особенно, мы видели то там, то там вспыхивали какие-то недовольства тем, что вот, ну, как говорится, понаехали, да. Один из людей, которые совершали, собственно, эти убийства в Крокусе, оказывается, работал в барбершопе, там где-то совершенно недавно и сейчас там барбершопу угрожают, там, и сжечь, и так далее, и так далее. Насколько важно сейчас, важно, не поддаться на вот эту попытку посеять рознь и межнациональную, и межрелигиозную внутри самой России? На самом деле нужно вот призывающих подобное там сожжение того же барбершопа судить точно так же, как по действующему законодательству. То есть сразу ясно дать всем понять, что все вот эти эстетические крики, вызванные эмоциями, они только мешают. На самом деле должна измениться законодательная база. Не секрет, что в том же Сахарова ты можешь подавать анкету по три-четыре раза, и у тебя будут каждый раз находить какие-то неправильные оценки заполнения до тех пор, пока ты не заплатишь официально 5 тысяч за то же самое, документ, который тебе составит сотрудник центра, после чего вопросов нет. Мы о чем говорим? Мы говорим о том, что нужно бороться со взяточниками, коррупционерами, теми, кто, кстати, формально относится к исполнению своих обязанностей. Я знаком с официальной информационной службой, знаю, как они работают. Многие работают сутками, у них комплект личного состава, но это не отменяет того факта, что государство должно обращать на это внимание, начнутся набирать дополнительно. Значит, нужно искоренять воззаймство взяточных. И нужно кардинально менять миграционную политику, о чем мы говорим много лет. Потому что набирают гастарбайтеров, понятно, это выгодно бизнесу, это выгодно, что-то экономят. Но, во-первых, вопрос получения гражданства. С какого бодуна, почему там где-нибудь в Эмиратах можно годами работать, ты не веди гастарбайтера на гражданство не имеешь. При малейшем долете, хотя административном, пинок под зад и до свидания. Почему у нас не сделать это? Почему у нас люди, наши, русские люди, желающие вернуться из Европы в Россию, не получают ни то, что разрешение на работу, ни визу получить не могут, то есть ни о каком массовом приеме детей, которые хотят вернуться в Россию, речь не идет. Это постоянно натыкается на препятствия, каких-то безумных обвинений, что это провокатор, еще кто-то. До слов. Суличного. При том, что это люди, знающие русский язык, люди-специалисты с великолепным образованием, догадавшие своей жизнью и работой, что они русские люди, зачастую подвергающиеся преследованию на Западе, их влетают в видитных карт, выгоняются работы, всячески выражают, возбудают уголовные дела против них, но попасть в Россию они не попадают в единичных экземплярах. Их они из приема не отработаны. Я опять же понимаю, что их надо проверять, их надо что-то, а из средней азии не надо проверять. Это что, вот однозначно дружеская страна, потому что мы подписали какой-то договор, это обменяет, что люди все разные. И, простите, уровень образования, интеллекта и вовлеченности в русский мир у бывших русских, которые там волей судьбы или родители оказались на границе в Европе, они почему-то второго сорта. А дырка в нашем законодательстве, что мы с неграждан не берем в Латвии и Эстонии, этих неграждан, и с этим как бы. А в законе прописано, граждане иностранных государств, а он негражданин. У него документы, соответствующие, вместо паспорта, это негражданин. Надо исправлять? Надо. То есть секретарь, президент говорит, да, у нас идет война. Что называется специальный военный паспорт, но это война. Если война, тогда давайте все-таки жить под законом военного времени. Я прекрасно понимаю желание правительства, чтобы боевые действия наименьшим образом сказывались на гражданских людей. Но суть-то в том, что в результате этих гражданских людей страдают. У нас на фронте, так или иначе, много более полумиллиона военных. Не непосредственно линии боевого соприкосновения, а вообще. Толь границ. Десятки миллионов помогают фронту. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что законы мирного времени нам мешают. А те же спекуляции, в том числе, на поставках на фронт. Все, что покупают волонтеры, зачастую, это спекулятивные. То есть спекулянты называются на медикаментах, на то, что они из до 81-го еще советского получали. Это продается по диким ценам. Точно так же, как и все машины. При этом в отстойниках стоят сотни машин, тысячи машин, начальники, списанные из МВД, из полиции, из скорой помощи, из МЧС. Но не существуют механизмы их передачи на фронт. Они стоят и пылятся. И в таких словах я тоже был. То есть эти проблемы есть, но не нужно решать и с коренных изменениям законодательства. Принцип «все для фронта, все для победы» в России не работает. Потому что пытаются сохранять законы мир на время. Поэтому подобные таракты значительно более вероятны, чем в государстве, которое полностью ориентировано на достижение победы в кратчайшие сроки с минимальными потерями и затратами. Все это, да, делать надо. Ну как думаете, да, вот после выборов будут здесь какие-то изменения, потому что, ну вот, проблемы, о которых вы говорите, они же ведь не прямо с сегодняшнего дня. То, что Песков произнес-то слово «война», по-моему, никто из официальных рейсов до этого раньше не говорил. Ну так, во всяком случае, слух. Это, с одной стороны, показательно, последует ли за этим действие, в том числе и по решению проблем, о которых вы сейчас вспомянули, вот тут интересно. А здесь вопросов на самом деле нет. Дело в том, что не обязательно объявлять войну. Я понимаю, что это связано с массой вещей. Например, мы продолжаем транзит газа через территорию под контрольную Киевской хунти в Европу. Большая политика и межгосударственные отношения, возможно, требуют, чтобы мы войну не объявляли. Киев нам тоже войну не объявляли. Ее официально, да Юра, нет. Но это не мешает нам перестраивать жизнь в стране в соответствии с особыми условиями. Киеву не мешает создать ставку Верховного командования? Что мешает нам создать ставку ВГК? Что нам мешает поменять законодательство в тех сферах, которые имеют отношение к боевым действиям? Усилить режим чрезвычайной ситуации по всей стране с какими-то ограничениями и проверками? Да, это ограничения прав граждан. Да, это сложность, но, простите, между сложностями прохождения, допустим, в торговый центр и расстрелы людей в торговом центре и станции огромного размера. И когда я говорю, что здесь нужны не эмоции и не какие-то назаренные... Прошла мобилизация общества. Те, кто хотел, давно уже мобилизовались. Те, кто хотел помогать, давно помогают. Нам нужна законодательная поддержка на законодательном уровне. Ну, а тем, кто думает о том, что во всем виноваты понаехавшие, я бы вот два маленьких факта. Сейчас вот распространяется видео, как 15-летний парень, зовут его Ислам, вот фамилию сейчас не вспомню, выводил людей в Крокус-Сити-Холле. 15-летний пацан, дитё, по большому счёту, подрабатывал у гардеробщика. Он мог просто убежать. Нет, не убежал. Не перебежавший, да, член экипажа вертолёта, таджик по национальности. Здесь вопрос не в национальности. Русские по национальности тоже вовсю поджигают шкафы военкоманды. Что, простите, да, на выборах, сколько мы видели этих русских от бабушки до какой-то там вполне себе сотрудница. Он наблюдатель из КПРФ там зелёнкой пытался залить. Ну, так о чём мы говорим? Здесь почему не поднимается? Это вопрос не в национальности. По сути, ориентированной, инспирированной нашими же противниками, что Россия воюет с Украиной. Вы послушайте наши новости на третьем году, рассказывают, из украинского плена освобождено. Я представляю, как ребятам, с которыми встречаются, знаком, постоянно за летом встречаемся, они в русской армии служат, говорят, мы украинцы, мы идём освобождать свою землю. А им из наших зомбоящиков рассказывают всякие ведущие о том, что у нас Украина нанесла удар. Какая Украина? Потому что у вас и Крым, Украина, воюем с преступным киевским режимом, насильственно захватившим власть, кузовоповским по определению, откровенно нацистским. Давайте называть вещи своими именами. Или сложно вместо слова Украина сказать киевский режим. А я, например, не уверен, что многие произносящие эти слова произносят их случайно или по пивочке. Я уверен, что многие делают это сознательно. Потому что количество, как я говорю, либероводных демократов у нас и в СМИ, и во власти более чем достаточно. Никто еще не вычищал. Какие постановки идут в наших театрах? Я уже не говорю о поездках таких Киркоровых на Донбассе. Там уже медведутеры видео снимают, ну не стиральная машинка и не прачечная по отмывке грязного белья вот этого дерьма всего. А это тоже уже стало практикой. Давайте съездим туда, пофоткаемся, передадим пару булочек, печенек не к нам. Потому что как раз те, кто помогает, говорят мало. Я начал об этом говорить полгода назад и то, потому что вижу, что происходит. Что люди, которые отправляют тысячи тонн грузов, о них не знает никто и не слышал никто. Зато об этом верещаться с каждого телеканала. ой, у нас Киркоров поехал, у нас там Китае Ивлеева расшевелилась. Да в гроботе. Ребята, кроме как, за деньги ничего не делали. Если подводить итог, вот на ваш взгляд, организаторы достигли удовольствием своих целей достичь вот этой террористической атакой? Если цель стояла убить людей, да, удалось. Если цель стояла в любом теракте не самая главная цель непосредственно убийства, а те психологические в первую очередь последствия, которые это несет. То есть в первую очередь паника, страх среди людей, недовольство властью, возможно, которое должно по замыслу наверняка организаторов и тех, кто задумывал это, выплеснуться как-то. Вот из всего этого, не знаю, вот по вашей оценке, что-то получилось? Я не знаю людей, которые бы прекратили свою деятельность из-за этого теракта или из-за предыдущих терактов. Просто ни одного не знаю. На самом деле те же выборы президента показали, что наоборот произошла мобилизация общества. Можно с этим не соглашаться сколько угодно, но я знаю множество людей и здесь, и за границей, с моих знакомых, родственников, которые по 20 лет вообще не ходили, не голосовали. Сейчас за них пошли, проголосовали за Путина. Этот теракт приведет ровно к тому же самому. Еще больше мобилизации общества. И вот то, о чем сейчас мы с вами говорим, о чем говорят сейчас тысячи людей, о чем пишут в соцсетях, это требование к власти именно мобилизоваться и принимать те меры, которых требует народ. То есть как раз обратная идет волна. Потому что мы требуем наведения элементарного порядка, чтобы те, кто не хочет нашей победы, те, кто мешает, те, кому это безразлично, те, которые надеются отсидеться во своих кабинетах или в своем домике частном, или еще где-то, были вычищены из власти, чтобы законы принимались прежде всего в интересах не, простите откровенность, неблагополучия отдельного гражданина в глубине территории России, а в целях достижения скорейшей победы. И вот это приведет действительно к улучшению в том числе жизни человека, который живет в глубине России. Мы будем воевать два года или мы будем воевать 22 года? И добивать хунду будут наши дети. Вот над чем надо задумываться. Когда о перемирии говорят то же самое. Давайте мы до Днепра дойдем и остановимся. А что, что-то изменится, кроме того, что киевский режим будет контролировать не всю территорию, не 500 тысяч квадратных километров сейчас? А 250? Ну, это, господа, приведет только к тому, что расходы Запада на содержание этого киевского режима уменьшатся. Но 10 миллионов населения там останется, из него снова можно сдеть миллион тех, кто будет воевать. Недостающих наберут в Средней Азии. Вот вы видите, несколько нашли долбовидят. Найдут 100 тысяч. Из Колумбии притащат. Только деньги платят и приедут и будут убивать. Пусть не профессионально, но будут. Поэтому, да, задача стоит уничтожить киевский режим в целом, не оставить ни одного квадратного сантиметра под контролем на территории. И вот тогда, да, будет легче. Лишь и все нашим детям и внукам. От этого нарыва они будут избавлены. И вот это один из последствий теракта в основном. Требование людей навалиться всеми силами. По принципу все для фронта, все для победы. А не моя хата с краю. Будем надеяться, что действительно это уроки, все правильные уроки будут извлечены из этого события. Спасибо огромное, Михаил, за этот разговор, за ваши оценки. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok